В этом видео я расскажу о самых популярных вопросах о браке с иностранцем. Расскажу вам, где лучше заключать брак, какую визу лучше всего оформить и много других часто задаваемых вопросов, с которыми я сталкиваюсь каждый день. Каждый месяц на нашем YouTube-канале вместе с юристом по семейному праву Натальей Чацки, с которой специализируется на браке с иностранцем, мы проводим бесплатный вебинар, на котором рассказываем о всех особенностях, всех юридических нюансах брака с иностранцем, а также отвечаем на вопросы и помогаем подготовиться и принять правильные и безопасные решения. В описании к видео есть ссылка, по которой вы можете перейти и зарегистрироваться на наш вебинар. Итак, самый распространенный вопрос о месте, где заключать сам брак. Так вот, с точки зрения эмиграции, место, где вы будете оформлять бракосочетание, особо значения не имеет. Гораздо больше вопросов и нюансов возникают с оформлением визы и документов, которые вам нужно будет предоставить. Независимо от страны, в общих чертах существует три варианта, как начать процесс эмиграции через брак. Для разных стран они называются и работают по-разному, но суть от этого не меняется. Это виза невесты, то есть приезд в страну будущего супруга и роспись уже на месте, либо же роспись в любой другой стране и переезд в страну эмиграции уже по визе жены, или же заключение брака в стране вашего партнера по безвизу, гостевой или туристической визе. Не во всех странах есть требование и необходимость получать визу невесты, но там, где есть это требование, его лучше не игнорировать. Оно сильно сэкономит вам время и нервы в будущем. Первое, что вам нужно узнать, это есть ли виза невесты в стране, в которую вы переезжаете. Большая часть европейских стран, например, таких как Ирландия, не вводят такого понятия, как виза невесты. То есть вы можете приехать по безвизу или же оформить какую-то визу, если вы не можете приехать в страну без ее оформления. Заранее обязательно уточняйте список документов, которые вам нужно будет привезти с собой, и сколько раз вам нужно будет явиться в местные органы управления для регистрации брака, и сколько времени займет у вас вся эта процедура. Вам нужно это понимать заранее, для того, чтобы открывать визу на тот период, которого вам хватит, чтобы решить абсолютно все свои вопросы на месте. А лучше взять с запасом пару недель, так как часто весь процесс оформления в итоге все равно затягивается. После росписи почти во всех странах вам нужно будет подавать документы в иммиграционную службу на получение разрешения на временное или же постоянное проживание на основании брака. Поэтому желательно и в этом органе уточнить список необходимых документов для подачи на вид на жительство, для того, чтобы вам не пришлось потом возвращаться домой за какой-то бумажкой. При оформлении визы жены у вас уже должен быть официальный документ, который подтверждает ваш брак. Для переезда в некоторые страны вам нужно будет заранее подтвердить оригинальность этого документа, поставить апостиль. Поэтому, если вы планируете роспись не в стране вашего проживания, эту процедуру будет сделать сложно, лучше обсудить это заранее в местных органах, которые отвечают за легализацию свидетельства. Постарайтесь взять несколько копий свидетельства о браке, они в будущем вам обязательно пригодятся. Стоит это не очень дорого и лучше это делать сразу, чем тратить потом на это время. При переезде вам нужно понимать, какие варианты визы жены, либо же местного варианта этой процедуры существуют в стране вашего будущего проживания. Существуют страны, где есть несколько разных процедур эмиграции по браку и состоят они из ряда продолжительных по времени этапов. Так, например, в США оформление визы жены занимает от полугода и длится до двух лет. А вот для визы жены в Австралию, например, сначала открывается временная виза и рассматривается офицером в течение минимум года, либо же полутора лет. А на постоянную визу вы сможете подать документы только через два года совместного проживания по временной визе жены. Это достаточно длительный срок, поэтому будьте готовы к этому и не пытайтесь как-то ускорить этот процесс, так как на практике это, во-первых, невозможно, во-вторых, манипуляция с требованиями миграционной службы могут очень сильно усложнить вам жизнь в будущем. Конечно, перед тем, как переезжать, я всегда рекомендую познакомиться со страной, где вы планируете жить, узнать обстановку, местные обычаи, соседей. Особое внимание хочу обратить тех, кто переезжает с детьми. Ваши несовершеннолетние дети тоже должны будут получать визу, если они переезжают вместе с вами. Поэтому обязательно позаботьтесь об оформлении разрешения на выезд от второго родителя ребенка именно на постоянное место жительства, именно в страну вашего будущего проживания. При оформлении любой визы для брака вам потребуется подтвердить ваши отношения с вашим партнером. Здесь в ход идут все возможные документы, которые будут показывать ваши реальные отношения и что они совсем неэффективны. В некоторых странах, например, Германия, Швейцария, Австрия, возможно, понадобится сдать тест на знание языка. И если вы его не знаете, то вам придется дополнительно изучать язык и сдавать тест. Поэтому я рекомендую в самом начале пути заняться изучением вопроса получения визы, а по-хорошему пойти к юристу, чтобы сразу понимать, как будет выглядеть план вашего легального переезда за границу. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои вопросы в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Продолжение следует...